Бюджет Розовского района Розовской администрации вовремя не была разработана программа питания школьников первых четвертых классов на 2017 год. Это поставило под угрозу полноценную работу учебных заведений в районе. Недоработки в проекте бюджета были с организацией подвоза учеников. Вызывали беспокойство показатели доходной части бюджета, что может сказаться на выплатах работникам бюджетной сферы. А это доплаты, это премии людям. Люди на это рассчитывают. Депутаты от оппозиционного блока и Батьковщины настаивали на более тщательном рассмотрении и обсуждении будущего бюджета. Но вместо оперативного устранения ошибок в проекте, говорят депутаты, руководство Розовской районной госадминистрации начало обвинять райсовет в попытке срыва бюджетного процесса. Я выкладывал на странице в фейсбуке, что бюджет нужно говорить, а не принимать за один день. Меня вызывал глава районной администрации, яка и СБУ, и районным заколотом, что я районный заколот сбираю и милицию, и прокуратуру. Как депутат я расцениваю, что это недобрая из стороны головы районной администрации, что это тиск на депутатов. Параллельно, говорят в райсовете, чиновники пытались вывести работников бюджетной сферы на акции протеста. Именно учителя двух школ обращались, шел обзвон со школ, и они спрашивали, что за митинг, что за манифестацию. Позже было установлено, что обзванивались администрации по указанию Реута Владимира Федоровича, который хотел провести, показать недоверие населению, и это принудительно с помощью админресурса. Директора школ звонили и спрашивали, выводить людей или не водить. Зачем это все делать, если нужно действительно разобрать, пересмотреть бюджет, и за столом переговоров это все решать, а не выводить людей на демонстрации. Проект бюджета Розовского района утвердили на внеочередной сессии 20 января. У депутатов остаются претензии к его наполнению, в частности, по налогам в аграрной сфере. Мы все-таки добились, что это не просто так бюджет, а бюджет, который должен напомнюваться, потому что это бюджет, который касается каждого гражданина нашей Розовки. Есть над чем работать, мы уже визначились. И депутаты опозиционного блоку, и депутаты, которые поддерживают опозиционный блок, и других партей. Будем создавать комиссии, будем ездить по району, працювать с людьми на территории, которые работают на земле, чтобы люди сплачивали все податки до районной рады. События вокруг бюджета в Розовском районе схожи с ситуацией, которая складывается с принятием главного финансового документа Запорожской области. Депутаты говорят, в проекте бюджета множество недоработок и скрытых схем. Что власть нам говорит? Депутаты, вы примите то, что мы вам дали, а потом, может быть, мы пересмотрим бюджет. Как такое может происходить? Бюджет должен быть в первую очередь сбалансированным, он должен быть прозрачным. И депутаты опозиционного блока, как на областном уровне, так и на местном уровне, всегда выступают за то, чтобы бюджет был в первую очередь прозрачный, он должен быть сбалансированный, и к нему не должно быть вопросов ни у депутата, ни у общественности.